Зверь, оставивший эти следы, для всех национальностей Сибири был сакральным животным. Культ его проходил через долгую историю человечества, обнаруживая общие черты почитания у народов, разделенных океанами. У одних он олицетворял бессмертие и силу, у других вызывал страх, третий наделяли его силами Бога Земли. В честь медведя названы столицы европейских государств Берн и Берлин. Его изображение украшало гербы Киржача, Перми, Малоярославца, Новгорода и других городов. В первых числах октября на пушной промысел в Привойкальскую тайгу отправляются профессиональные охотники. У каждого из них свое представление о том, кем является грозный хозяин тайги, половину жизни проводящей во сне. В Центральной Сибири время залегания медведей в берлогу приходится на конец октября, обычно перед обильными снегопадами. В последнее время специальным поиском медвежьих берлог занимаются редко. Находят их случайно во время соболинной или другой охоты и обычно оставляют до глубоких снегов. Прежде чем начнется капканный лов пушных животных, в сибирских лесах прогремят тысячи выстрелов. За каждым из них скрывается радость охотника и боль природы. Так уж устроен этот мир, в котором божественные предки, отправляясь в страну людей, принимают звериный облик, освободиться от которого без помощи людей они не могут. В это верили полиазиатские и угрофинские народности, населявшие огромную территорию от Финляндии до Приморья. Поэтому лишение медведя жизни у них убийством не являлось. Косолапый, витязь в коричневой шубе, горный геляк, священный зверь. Так иносказательно называли медведя, следуя запрету не произносить его настоящего имени. В русском языке первоначальное название этого животного бер сохранилось только в слове «берлога», что означает «логово Бера». Охота в Прибайкалье Фильм второй Деревня Верхняя Ака Деревня Верхняя Ака находится всего в часе езды от города, но здесь сохраняется традиционный уклад жизни сибирской окраины. Сегодня, как и века назад, мужчины отправляются на охоту в тайгу. На одной из безымянных саянских сопов найдена медвежья берлога. Старину было принято собираться на берлогу тихо, свои планы никого не посвящать. По деревенской улице идти избегали. Домашним запрещалось смотреть вслед уходящим. И еще множество различных запретов окружали эту чрезвычайно эмоциональную и в чем-то мистическую охоту. Не выдержав натиска окружающего мира, старинный ритуал охоты на медведя в Сибири постепенно исчез. Уже давно не используют рогатину, не употребляют особую лексику и не хоронят медвежьи кости. Однако, почитание медведя сохранилось у большинства коренных народов Северного полушария. Остатки одного из самых древних звериных культов отмечены у русских Айнов, Карелов, Эвенков, Тувинцев, Хантов, Манси, Якутов, Бурятов, Обских Угров и Финов. Привыкшие к странствиям, лошади терпеливо ждут, когда на них загрузят овес и необходимые вещи для зимнего похода. Охотникам предстоит провести в седле пять дней. До берлоги два с половиной дня пути. В этом фильме мы увидим традиционную сибирскую охоту на берлоги, такой, какой она была в действительности, без постановочных кадров и каких-либо спецэффектов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok У Александра Габрикова эта охота особая. Опытный медвежатник потерял на осенней соболевке завиловую лайку. Ее убил тот самый медведь, за которым мы идем в Саянские горы. Случилось это в ноябре, в километре от того места, где косолапый залег в прошлогоднюю берлогу. Этого охотника можно понять. Собака, идущая по следу и соболя, и лося, и медведя, для деревенского промысловика бесценна. В тайге она и помощник, и верный друг. Внешняя сторона вещей часто бывает обманчивой. За видимой грубостью сибирского мужика нередко скрывается чувствительная и поэтичная натура. На личном счету у Александра 56 медведей и десятки написанных в тайге стихотворений. 25 лет занятий промыслом научили Александра полагаться только на собственное разумение и интуицию. Немногословный, уверенный в своей правоте охотник научил этому и сына Дениса. Наш поход к берлоге в этих местах редкое исключение. Обычно Александр охотится один. Вдвоем! 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 На первый ночлег останавливаемся в зимовье срубленном на берегу ключа Хот-Юрты, одного из притоков речки Агной. До берлоги предстоит пройти еще 35 километров по гористой местности. У зимовья привычная таежная работа. Нужно расседлать и накормить коней, проверить технику, принести воды, затопить печь и сварить ужин. Второй день этого необычного путешествия у нас начинался с мысли о том, почему в народном сознании медведь занимает исключительное положение среди других животных. Широчайшая сфера табуирования, связанная с медведем и почитание его на протяжении всей человеческой истории, заставляют задуматься об истоках этого феномена. Современные исследователи избегают связывать себя какими-либо определенными утверждениями о его происхождении и давности. Известно, что уже в эпоху неандертальского человека совершались ритуальные захоронения лап и голов медведей. Однако, уже в то время культ медведя, унаследованный от боли древних народов, утратил свое первоначальное значение. Учения древних греков, индусов, египтян сходятся в том, что эволюция всего живого первоначально началась в сверхфизических мирах и следовала по пути постепенного уплотнения астральных форм. Доказывают они и то, что человек предшествовал на Земле всем млекопитающим, а не наоборот. О том же говорят обширные данные фольклора и мифологии, если рассматривать их в свете всемирной эзотерической традиции. Сведенные вместе, эти факты прекрасно объясняют многие вещи. Например, устойчивую веру в человеческое происхождение медведя, распространенные у монгольских, татарских, финских, тунгусских и индейских племен. КОНЕЦ В тайге неизбежно начинаешь задумываться о многих вещах, которым обычно не придаешь значения. Помогая Денису спасать провалившегося на реке Орлика, Аркадий философски заметил, что озарение и искушение, взлеты и падения человека поразительно отражают драму жизни самой природы. Путь охотника на Земле один из самых трудных. Крутые тропы, которыми идет он по жизни, не имеют права ошибаться. Они или приводят к колодцу истины, из которого пьют мудрецы, или надолго оставляют в дебрях животных инстинктов, выбраться из которых можно лишь с величайшим трудом. КОНЕЦ 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 ШУМ Сходство фундаментальных воззрений на мир в мифах разных народов говорит о происхождении их из общего источника. Скорее всего, это были архаические мистерии, доставшиеся от исчезнувших цивилизаций. На протяжении сотен тысяч лет под покровом сложной символики они несли людям знания сокровенных основ. Как бы мы ни относились к ним сегодня, народное сознание невозможно ни обмануть, ни закрыть. В нем, как в священной книге, можно только читать между строк и удивляться кладезем подлинной мудрости. Александр рассказывал об одной из самых страшных клятв, которая давалась бурятами с использованием медвежьей шкуры. Нарушить ее считалось хуже смерти. Медведь выше полета шамана. Эта фраза в бурятском языке, как и обряд вызывания дождя при помощи рыжей шкуры медведя, проводившийся шаманами верхнеколымских юкагиров, говорят о многом. Прежде всего, они напоминают нам о взаимосвязи и единстве всего сущего. Охотничьи тропы, молчание заснеженных кедров, спящие медведи. Во всем ощущается смысл, покой и сила. Кони и люди идут по Земле. Земля движется в Солнечной системе, та во Вселенной. Вселенная в космосе, и космос в единой причине, беспредельной и бесконечной. Лес, как и Млечный Путь, подчиняется закону универсальной гармонии. Человек, животное, растение, минерал следуют тому же непрерывному циклу выявления или эволюции. Подъемы, спуски, усталость и отдых сменяют друг друга длинной чередой извилистых тропинок. По ним все живые существа достигают в конечном итоге одной великой цели – совершенства и освобождения. Вера Ивенков в то, что хозяин тайги Хангай не прощает жестоких, ненасытных охотников и наказывает их при помощи медведя, есть предчувствие действия того же закона гармонии, уравновешивающего движение жизни. Хорошо известный охотникам закон кармы или воздаяния никому и ничего не предназначает. Он существует от вечности. Не медведь убивает человека, но личное действие несчастного, которое нарушает запреты природы и тем ставит себя под действие законов, управляющих миром. Уставшие и голодные вечером 12 декабря мы пришли к небольшому зимовью, построенному Александром вблизи ключа Васильева. Вот так Что? Продолжение следует... Завтра, 13 декабря, они добудут священного зверя. Словно возвращаясь к временам первобытного мира, эта дата случайно совпадет с днем, в который северные народы проводили медвежий праздник, сложный комплекс обрядов, связанных с охотой на медведя и поеданием его мяса. Для северояпонских Айну и индейцев Алганкинов в Северной Америке, медведь является родовой фигурой, их мифическим предком или тотемом. Однако, раз в год выращенного в клетке зверя нужно было убить и съесть. По всей вероятности, этот первобытный культ воплощает идею преображения человека после уничтожения им своей животной природы. Это подтверждается тем фактом, что в волшебных сказках народов Сибири медведь принимает облик змеи или дракона. Известно, что в метафорах, будь то астрономических или просто физиологических, змей всегда рассматривался как божественный символ и был связан с темой бессмертия. Тайна посмертного состояния человека всегда была самой волнующей. С незапамятных времен люди верили в то, что человек отличается от животного не материалом своих физических тканей, а присутствием бессмертного духа или эго, которого нет у представителей фауны. Наиболее древние из религий всегда учили бессмертию внутреннего духовного человека и настаивали на смерти физических оболочек, созданных для одной жизни. Они утверждали, что после смерти человека тончайшие выделения его души распадаются на эфирные частицы, а дух возносится к своей божественной мощи и пребывает там до следующего прихода на землю. Свидетельства сотен поколений провидцев, собранные и проанализированные в трудах восточных философов, говорят о том, что после смерти порочного человека полуматериальные останки его распадающейся души притягиваются к телам низших животных и соединяются с ними в соответствии с их уровнем развития. Так распространенные в народе представления о связи медведя с миром мертвых находят свое разумное объяснение. В отряде хищных семейство медвежьи, состоящее из пяти современных родов и восьми видов, самая молодая группа. Тот, кого буряты считали шаманом, якуты – колдуном, айвенки – большим человеком, систематики относят к современному бурому медведю, известному с позднего палеоцена. Это животное имеет удивительную чуткость. По рассказам сибирских промысловиков, медведь просыпается, когда охотники начинают рубить стяги в сотнях метрах от берлоги. Во время зимнего сна медведь сохраняет полную жизнеспособность. В берлоге температура его тела колеблется от 29 до 34 градусов. После нескольких вздохов наступает пауза, которая длится до 4 минут. Поэтому разбуженный зверь легко приходит в активное состояние и тогда становится чрезвычайно опасным. Способность медведя к мгновенной оценке ситуации и скорость, с которой он покидает берлогу, привели к тому, что наибольшее распространение получила охота на берлоги с заломом. Двумя-тремя срубленными поблизости жердями стягами охотники крестообразно запирают вход в берлогу, не давая медведю неожиданно выскочить. Это логово, выкопанное на южном склоне под корнями старых кедров, оказалось нестандартным, с глубоким боковым углублением. Берлоги такого типа самые долговечные и используются много лет. Двумя-тремя срубленными поблизости жердями стягами охота на берлогу, и, если в подавляющем большинстве случаев медведя убивают в берлоге, не давая ему выйти на поверхность. Есть! Погрите внимательно, мужики! Кто-бе знал, фонарик взяли. Продолжение следует... Достать убитого медведя из берлоги, вырытой в корнях деревьев, бывает не так просто. Иногда эта процедура растягивается до вечера. В этом случае охотникам приходится ночевать у костра на снегу, а утром возвращаться домой. Без коней нам пришлось бы делать ворот или вытаскивать медведя вагами, специальными рычагами, изготовленными из прочных стволов молодых деревьев. Не обошлось бы и без вкрытия верхней части берлоги, с цементированной мерзлой землей и корнями кедров. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Способность лошади тянуть грузы, привязанные к ее хвосту, охотникам известно давно. На небольших расстояниях средний рабочий конь может тащить по земле до 600 кг, а сдвинуть с места до тонны. При этом часто рвется прочная веревка, но не хвост. Попытки достать медведя через узкий южный вход привели к тому, что он еще больше застрял в корнях, выступающих из свода берлоги. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привязанный веревкой за лапы хозяин тайги упорно не желал выходить и через северный выход. Он оказался еще более узким, однако с этой стороны белоги медведя ничего не сдерживало, и поэтому отверстие было расширено топором. Взяли! Еще! Подожди, подожди, ребята! Раз-два! Взяли! Опа! Вторую надо лапу завязывать! Раз-два! Не видать ее! Подождите, он только когда пойдет, тогда пойдет уже все. Рукаш, ну туда возьми. Надо вот так вот подержать. Объединенные усилия трех сильных охотников оказались напрасными. Пришлось опять пробовать тянуть конем. Однако, как не упирался на заснеженном склоне Орлик, один он справиться не смог. Давай еще! Давай еще! Дай его, байка! Так, давай! Держу, давайте еще раз! Еще раз, да! Сука! Ну-ка, подожди, он в задницу упирается, в берег! Ну-ка, стой! Давай, лапу! Какой-нибудь другой устал, ребят? Ну-ка, давай! Раз-два! Весь здесь! 200-килограммовый медведь поддался, да и то с трудом, только после того, как на помощь уставшему Орлику привели белоглазого пигаша. Вот, задний капуто, чтобы... Стоп! Еще раз! Стоп! Держи! Так, давай сюда! Стоп! Держи! Что эти, ребятки? А ну! Три-четыре! На! На! Апля! Давай-в-в-в! Давай-давай-давай! Давай-давай-давай! Надо гнать вот этого! Что такое? Залайф на него! Балку дать че? Давай! А я взял, бля! Ах! Бля! Добытый медведь оказался самцом с бело-серой полосой на шее. У сибиряков он считается особенно мстительным. Пока охотники рассматривают свою добычу, божественная часть дикого существа, освобожденная от таков материи, уйдет к единому источнику, из которого произошли все вещи и все существа. А его бренное тело еще долгое время будет служить людям. В народной медицине лекарственные снадобья, приготовляемые из медведя, используются давно и успешно от многих болезней. Особенно ценились зубы, лапы, глаза, желчь, череп, сердце и шкура. Отношение к клыкам и лапам было одинаковым у всех северных народов. В основном их использовали в качестве разнообразных оберегов. Лапами лечили некоторые психические заболевания и домашних животных. Из клыков делали амулеты, охраняющие от несчастий. Особой магической силой наделялись глаза. Их варили и съедали для предупреждения слепоты и развития зоркости. Высушенные глаза привязывали к колыбели младенца, веря в то, что он вырастет смелым. Высоко ценятся в народной медицине подкожное сало и внутренний жир. Ими лечат туберкулез, бронхит, воспаление легких, ревматизм, ожоги, чесотку, ушибы, разрезы и обморожение. Чтобы накопить такой слой жира, медведю необходимо съесть с осени до 500 килограмм кедровых орехов или около 700 килограмм ягод. В зависимости от того, чем питался зверь, называют жир кедровым или ягодным. Расчленяли медведя только по суставам, сохраняя целостность всех костей. Желчу потребляют при заболеваниях печени, лечат ею дизентерию, желтуху, различные нарывы, язвы, воспаление слизистой носа и глаз, слепоту у новорожденных, применяют при поносах, радикулитах и для ускорения родов. У некоторых сибирских народов медвежье мясо есть не разрешалось. Полный запрет на его употребление существовал для беременных женщин и детей. Почти святыней была медвежья шкура. Ею лечили застарелый ревматизм, потливость, детскую худобу, сглаз, испуг, лихорадку, тиф, прогоняли клопов, использовали в качестве оберега для дома и отпорчи колдуна. Особым почитанием окружался череп. Его никогда не бросали в лесу, а закапывали в землю, клали на пни, насаживали на расщепленные коля или везли домой. У сахалинских нивхов старательно украшенные головы убитых медведей хранились в специальном амбаре, являющемся своеобразной святыней рода. Известно, что в Сибири и на Дальнем Востоке при помощи черепа медведя находили вора. В северных европейских странах медвежьи кости часто использовали в земледельческих обрядах. Свежей кровью лечили грыжу. Оставляя позади пустую берлогу и следы на снегу, мы возвращаемся домой. У Айнов после смерти медведя на ритуальном празднике в селении воцарялась тишина. Считалось, что медведь уже в пути и шум может сбить его с дороги. Глубоко символичен акт охоты на медведя, дракона сибирских сказок, одного из воплощений бога Одина в Скандинавии, символа древнегреческой Артемиды, горного бога Камуи, загадочных солнцепоклонников Айнов. Охота на медведя происходит не только во внешнем мире, но и в душе охотника. Чтобы приблизиться к высшему, человек должен убить в себе все низшее. Это и есть смерть медведя, которого мы вскормили внутри себя, своеобразный символ победы человеческого духа над примитивной животной силой. Существо, связанное со многими воинственными божествами, включая древнегерманского Тора и кельтского Артио из Берна, не только охотникам грозило обольщением и западней. Весьма запутанное представление о нем у ученых, извлеченные ими из фольклора и мифологии, к сожалению, не могут рассказать нам всей правды о древнейших промысловых культах, разрешающих одновременно почитать и убивать живот. Для сибирских охотников смерть всегда была не более чем простым эпизодом вечном существовании. Простому народу эта староязыческая истина всегда была понятна и близка. И никакие катаклизмы истории не смогли выветрить из народа веру в то, что ни одно существо в этом мире не умирает полностью. КОНЕЦ Общение с охотниками убеждает в том, что жизнь в дикой природе рождает у человека суеверий не больше, чем у образованного представителя цивилизованного общества. Странная философия мясоедов, осуждающая убийство диких животных и в то же время разрешающая убивать миллионы поедаемых ими существ, заражает общество лицемерием и в то же время не будет. СОБЕДИ 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 40-ой медведь, роковой в народных поверьях, это только символ, напоминание человеку о существовании безошибочного закона воздаяния. Охота на медведя учит не забывать нас о том, что если и следует чего-то бояться в этой жизни, то только животных страстей и сил, притаившихся в собственной душе. Ведь они гораздо опаснее хозяина Прибайкальской тайги. Аплодисменты Приласкай меня, родной родник, Ведь к тебе я шел все эти дни Сквозь тайгу и через перевал Шел к тебе, чтоб сделал здесь привал Так зачем, когда-то в темноте Ты звездой светил манящий мне За тобой пойду хоть на луну А когда к устам твоим прыгну Приласкай меня, родной родник Ведь к тебе я шел все эти дни Под ногой кочки бурелом По тайге иду я напролом Не стучив уже пустым ведром Надо мной надаревший гром Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова